Чё делать-то? Давай! Блин, нет! Блин, что? Нормально, наколё... Эй, ребят, всемаром Дон-Дон! Сони здесь и добро пожаловать на очередную серию BIMNG.drive! Ну что, упарываемся дальше в сценарии. Я так думаю, что интересно пройти, в общем-то, их всех. И причём я заметил, тут если намотануть ниже, есть ещё загрузить ещё, и там сразу куча модов. Но мы сперва пройдём вот эти вот типа стоковые, потому что здесь тоже много чего интересного. Значит, по порядку. Первый у нас это сбор на горе. Соберите 15 меток, за рулём хоппер, используйте как можно меньше сбросов, чтобы счёт был как можно выше. Сложность отлично, очень сложно. То, что доктор прописал, погнали. Итак, 0 сбросов, это золото. На самом деле у меня, по-моему, даже кнопка на сброс не назначена, но я и так знаю, потому что R, видимо, это и есть сброс. У нас советы. Маршрут можно выбирать самостоятельно. Угу. А пользуйтесь диапазонной коробкой или дифференциалом для быстрого прохождения некоторых маршрутов. Не торопитесь, следите за наклоном и креном. Кайф. А расположение меток можно посмотреть на экране паузы, нажав J. Ну, в принципе, всё предельно ясно. О, так тут ещё и нормальная у нас бричка, я так понимаю, нифига себе. Чё у нас там, механика? Ага, у нас типа автомат, я так понимаю. Ну ладно, автомат так автомат. Автомат, кстати, забавно, когда он включает передачи, даже без сжимания тормоза, просто чипок, драйв, воткнулся. Ну что, покатились? Ух ты, ёпта. Сделаю такой себе ракурс. Это пока что мы уберём мышек. Так, вот первая. А, можно будет на J потом осматриваться, да? Чё, у кого, чё, куда? А чё, как, как будто на замедлении в каком-то. Так, ну поехали, допустим, сюда. Залезем, интересно. Твою ж мать, меня тут ещё и потряхивает немножко, потому что я, блядь, на платформе играю. Это есть? Так, следующие 15 штук. Одна из 15 есть, не спешим. Времени у нас до хрена стоямба. И трошки. Подтыкаем заднюю. Так, вот только автомат. Ладно, автомат мы переживём. А есть у нас... Ага, у нас есть понижайка, если что. Это, видимо, об этом речь шла. Как там эта коробка называется? Чё-то гидроусилители, я смотрю, не завезли в этом джипе. Такая техника прям для мужиков. Вижу, ещё две точки, залазим. Ух ты, блин, колбасит. Пацаны, чё мы тупим? Нормально, всё, газуем. Теперь на разворот, там снизу ничего не могу. Ага, там есть, тут есть. Даже не знаю, как лучше поступить. Здесь съест. Ладно, мы туда вернёмся. Потом предлагаю сейчас воткнуть заднюю. Немножко развернуться. Не спешим. Жёсткий. О-о-о-о, полегче, полегче. Так, всё, мы пролезли. На самом деле, Авито третьего лица, это прям... Упс. Небольшой чит. Давай-ка назад сдадим. Можно... Прям вот так. Я ж могу по сторонам? Могу по сторонам. Смотри, всё, пацаны. Вот теперь у нас прям полный реализм. Мне-то там тыка на глаз, что-то как-то по чуть-чуть. Вон. Вон там. Да, понял. Изи-каточка. Не спешим. Слушай, чё-то мне вот эта ступенька не очень нравится. Подожди, мне чё-то кажется, что надо поднавалить. Мне чё-то не кажется, здесь действительно надо поднавалить. А при чём... А я туда вообще заползу? Вопрос. Да, ну давай. Чё, блядь, стоям-ба. Сдаём назад. Аккуратненько. Где там конец? Где-то... Где-то тут. Да? А, можно ещё назад. С четырем, так сказать. Ну шо, пацаны, вы готовы? С двух педалей. Давай, Вася! Ох, ни хера себе! Нормально, блядь, стоять! Я хочу посмотреть на это со стороны. А, тут ещё одна ступенька. Да вы гоните. Не, я туда наверх не хочу. Вы знаете, я, наверное, сейчас воткну заднюю. Сейчас, сейчас, сейчас. Чуть-чуть сюда подгребу. Воткну заднюю. И аккуратненько так-то это... Только выровняй машину. Потому что она туда не залезет. Здесь мне тупо разгона не хватает. Коробка тупит, просто жесть. Она что-то очень долго включала передачи. Я не знаю. Может, надо было вручной мануал-мод там какой-то поставить. Ну что, давай, с богом, как говорится. Нормально. На тоненького пацана. Посмотри. Посмотри на колёса. Тут просто пол колеса. Она там уже висит фактически. Так, приспускаю тормоз. Аккуратненько вырую. Вот так, прямо теперь. Ну, это было на грани. Это было просто на грани. Так, хорошо. Мы можем теперь спуститься вниз, либо поехать. А что вниз? Вот сюда вариант. Только спешить, опять же, не стоит, наверное. Давай. Да ёб твою мать. Этот автомат... Там как-то можно, по-моему, коробку переключать. На какую-то кнопку. Сейчас глянем. Режим коробки передать. Блин. Ты чё, ебобо, что ли, блин? Твою налево. Охренеть. Я не хочу здесь больше ничего. Двух диапазонок. А, ну это понижайка. Всё, нахуй, валим отсюда. Это ж пиздец. Ты посмотри, как я остановился в тему. Сейчас же драйв. Отлично. Засейвили тачку. Драйв так драйв. Хорошо, попёрли, господа. Съезжать вниз тоже не вариант. Я уже вижу то, что туда охрен заедешь. Ладно, едем вот в эту степь. Отдайте нам, пожалуйста, нормальный вид. Могли бы интерфейсы не выключать здесь. А то... А, вон там у нас, в принципе, на приборке всё видно. Так, ну что, аккуратненько. Не спешим. Здесь так-то по уму... О, ну это хочется со стороны посмотреть. Смотри, как подвеска вывешивается, работает. Так-то по уму надо бы понижайку включить. И, в принципе, я, пожалуй... А, это и была понижайка. Гребём аккуратненько. Не спешим. Слушай, прям реально челлендж. Потому что одно неаккуратное движение, и ты просто... На хуй пойдёшь на рестарт. А мы, напоминаю, будем стараться забрать золото. Так, чтобы не было сбросов. Опа, а тут что-то спрятали. Давай зарулим сюда. Тут просто приключение какое-то. На заднюю подтыкаем. Отлично. 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 Ну, ещё крякни тут на ровном месте. Или я уже в еб... Войдёт. Подожди. Что-то мотор у меня барахлит, я смотрю. Он уже типа оранжевый. И да, повреждения в кузов. Не даже, я говорю, какие-то там наблюдаются. Ты давай живи, зараза. Охренеть. Это мы без блокировки едем, я так понимаю, сейчас. Так, а вопрос. А сюда-то он заедет? На понижайку. Вот, да, вот теперь короткие передачи включили. Под углом, я думаю, не варик. Надо вот так упереться. Теперь воркнуть заднюю. Чуть-чуть назад. Что-то гнать. Вот это челлендж. И поддавалим. Отличный автомобиль. А вы предлагаете туда залететь? На таком трамплине? Вы что, серьёзно? Что, блин, серьёзно? А мне скорости-то хватит? Ходу хватит? Сколько мы там взяли? Пять. Всего лишь пять. Продолжаем. Так, а тут что, какой-то прикол должен быть. Нет прикола или прикол? Нет прикола. Это очень странно, ладно. Аккуратненько. У меня прям есть возможность прочувствовать буквально все вот эти неровности своим телом с помощью подвижной платформы 2D. И ес, так. Не спешим здесь. Постоянно надо осматриваться. Вот, вот, смотри. Вот сейчас бы я приехал бы. Вот, блядь, буду бы приехал. Это только 6 из 15. А, вон ещё внизу. Твою мать. Надо будет потом грипсти назад. Вот, внизу. Ладно, а вниз это не вверх добраться. Это уже такое дело. Полбеды, как говорится. А что это за трубы такие, мне интересно. Вот здесь есть... Понял. Риск перевернуться. Поэтому сдаём назад. Наверное, можно было бы и пободрее это делать. Но опять же, там написали, что время не ограничено. Масляное голодание мне не нравится. У меня мотор всё больше и больше лежает. Кстати, прикольно. Там вон градусы, крены все показываются. Попредельные там. Все дела. Труба. Как она вообще? Ой, блядь. Можно же провалиться. Живём. Причём обратная связь прикольно передаёт. Весь этот движ. Так. Теперь предлагаю сюда за рулю. Ребят, вот сейчас прям опасная ситуация. На самом деле. А мне кажется, надо подсдать назад. Поднавалить передачу длинную. Вот, чего она у меня не разгонялась. Потому что она длинная. Я не знаю, с двух педалей. Давай! Отлично. С двух педалей я хорошенько уперся в тормоз. И удалось разогнаться как следует. Так. 7 из 15. Изи катка, пацаны. Теперь туда назад. Окей. Как бы только съехать так, чтобы не перевернуться. Было бы неплохо. Да, надо ехать выше. Потому что назад спуститься потом будет проще. Ну-ка. И снова короткие педерачи. Отлично. Кайфовый джип. Назад. А вот здесь я прям даже не знаю. Спешить, не спешить. Как бы я не упёрся сейчас. Не, наверное, под углом нормально должен заехать. А вверх вот этот борт сраный. Смотри. Просто она тоненького. Полный привод, ребятки. Работает. Нехер делать. И это без блокировки? Что это? А, дифференциал. А, залочен. Это с блокировкой как раз таки. Аккуратно. Под насыпем. Что-то колбасит чуть. Короче, сыпь. А он что-то не заезжает туда. Блин. Это что было-то? Так у общенька потом меня там что-то отрыгнуло. На платформе. Так, я понял. Нихуя не понял. Понял, что надо немножко газку поддать. С двух педалей. Давай, Вася, давай. Так. Вот здесь заедет без проблем, по идее. И заедет без проблем. Что-то не так, потому что это и просто, как казалось. На первый взгляд. Есть. Блин. У меня мотор стуканул, пацаны. Ты, сука, живи давай. Нам еще надо всем. Пиздец. Блин. Охуеть, это мне реально все сначала придется проезжать. Да вы, сука, шутите. Друзья, ну а каждый день у меня начинается с того, что я перехожу в свой личный кабинет в компанию Avalon Technologies. И слежу за своими инвестициями. Как они работают и сколько приносят мне прибыли. И вот это все отработавшие уже инвестиции. Каждая принесла доход довольно-таки неплохой. А если присмотреться и сейчас, у меня активен депозит на 222 тысячи рублей за 17 начислений. Вот такая сумма уже мне начислена. Когда этот депозит отработает, то я заработаю свыше 100 тысяч из 222 тысяч. Я, а также огромное количество других людей инвестируем свои деньги в данную компанию. Ведь она позволяет получать пассивный доход абсолютно каждому желающему. Работает это довольно-таки просто. Вы инвестируете свои деньги в Avalon Technologies. Специалисты с Avalon Technologies берут в оборот эти деньги и дальше вкладывают в те проекты, которые приносят стабильную прибыль. Как самой компанией, так и всем ее вкладчикам. А вкладчиков здесь на минуточку свыше 1 миллиона. И все потому, что инвестировать в эту компанию можно даже от 100 рублей. Что дает возможность сделать пробный депозит абсолютно каждому желающему. То есть вы можете инвестировать 100 рублей и на следующий день вывести свои деньги, но уже с прибылью. В описании вы можете найти ссылку на сайт компании, перейдя по которой вы можете получить всю информацию, что это за проект и как он работает. Здесь в принципе ничего сложного. Поэтому если вам интересна тема с инвестициями, то ссылку на компанию Avalon вы найдете в описании. Так, все, мы готовы. Ну что, пацаны, драйв включен, тормоз в пол. Погнали. Блин, я реально ударяюсь. Об стенку. Твою налево. Тихо! Сейчас скачусь нахер. С решили газануть дальше. Я прям даже не знаю. Не, наверное, нахер. Лучше аккуратненько. Блин, нет! Я извиняюсь, а что делать-то? Подожди, а так... А контрол не работает, да? Че-то пиздец. Подожди, а давай... Вот так понижай. А что за док-то не гребет? Давай, Вася! Может так? Давай, 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 ну! Совсем чуть-чуть. Кажется, мы кардан повредили. У нас что, теперь переднеприводный автомобиль? Блин, у нас повреждения какие-то, причем, видимо, болезненные. Немножко приземлились на карданчик там. Че там, как он там вообще поживает-то? Нельзя, да, посмотреть? Продиагностировать, так сказать. Но мы выжили. Это самое главное. Пиздано переднеприводная стала, ребят. Твою мать! И че я теперь буду делать-то? Задний мост, все. А может на... Хае будет? Давай! Да по шоу ты там цепляешься, сука, по диагонали? Во! Ай, молодца! Хорош! Туда я ссыкую что-то пока что ехать, поэтому продолжаем. Надо бы вообще, наверное, осмотреться. Че там у нас? Значит так. Это то, что мы взяли, да. Раз, два. Тот, три, это понятно. А, там будет съезд. Не надо прыгать. Зачем прыгать? Вот то, что я пытался забрать. Так, наверх заехать тоже, в принципе, без вопросов. Как-то надо распланировать маршрут, на самом деле, как-то адекватно. Машина вещь хрупкая, поэтому надо ее жалеть, а то мотор сейчас стуканет, или там опять привод отрыгнет, и все. Приехал их, хлопцы, выгружаемся. Будет как-то на рестарт не очень-то и хотелось бы. Так, это будет самый последний момент, куда ехать. А, вон еще я пропустил, да? Не спешим. Хорош! Давай, чуть-чуть. Как бы это плохо сейчас и не закончилось. Не-не. Назад. Да ты, ёб твою мать, чуть-чуть не хватает ей. Ну, пожалуйста. Я не хочу опять отсюда рестарт делать. Хорош! Тормоза, кстати, очень вяленькие у этой брички. Так, дальше, погнали. Здесь без проблем должны заехать. Каких-то страшных повреждений у нас я не вижу. Как бы, блин, кроме этого бампера. Который все ниже. Я ему пираюсь таки. Так, может, помаленьку газку. Проскальзывает, я понял. Так. Блин! Нормально, наколю! Так, главное не останавливаться. Это я тоже понял. Так, а теперь надо бы осмотреться. Чтобы понять. Ну, мне типа надо выше, чтобы забрать вот это дерьмо. А, еще вот это дерьмо. А чтобы забрать это дерьмо, надо сперва туда подняться, наверное. Потом вот здесь аккуратненько скатиться будет вариант. Если, конечно, она тут, сука, не перевернется. Ахуеть! Там крен 45 градусов. Это прям слишком фаталити опасно. Но я сейчас так рискую поехать снова на рестартик. Прям... Сладенько так опять с самого начала-то, а? На этом шикарном джипе. Ёбочки, тут нормально так пролететь-то надо. Почти в ширину машины. Поэтому надо будет, наверное, на длинной. С двух педалей. Как она сейчас рванет? Вопрос еще. Рванетли. Да, вот так под углом где-то туда. Лучше... Стоять. Значит так. Драйв. Длинная. Двух педалей. Погнали. Ай, молодца! Царь во дворца. Хорош! Стоять. А вот что тут теперь? Смотри, там... Покажите. Охуеть, там трубы. Блин, ну может, ну его нахер. Я уже начинаю, честно, жалеть, что я сюда поперся. Но назад-то пути и нема. Сюда я уже не заеду никак. Разве что вниз. Это пизд***, ребята. Это просто дичь. Я что, на длинных передачах... Нормально, на длинных таки попрем. Нам надо будет разгончик тут поддать. А тут еще и угол такой нормальный. Сорок пять градусов, походу. И трубы. Которые мне ничем не помогут. То есть мне тупо надо туда как-то долетать. Вообще, ну... Не вариант. Придется долетать. Так, сдаем назад. Ну что, пацаны? Сейчас будет прям очень рисковый такой момент. Я, если честно, уверен на... Процентов 70, что... Что это... Зря я все затеваю. Но в любом случае как-то наверх надо подняться. Поэтому... Прям вот так. У нас чуть-чуть угол не туда. Выставим машину как следует. В обратную сторону пойдет. Да, туда пойдет. Скатываемся прям вот до предела, чтобы она прям повисла. Фух. Ну что, пацаны? Как говорится, погнали. Вася! Фух. Как я это сделал, я не представляю. Подожди, ну теперь у нас прямо опаснейший трюк будет. Посмотри на этот спуск. Нахуй я на это согласился. Я не понимаю. Аж назад? Нет, ну назад там вообще не вариант. Она туда никак не съедет. Вообще нет, нет пути назад какого-то. Сюда. Ну вот здесь проблема. Хотя, потом приземление можно съебаться сделать. Нет, тут только одна дорога. Вот это. Тут даже проблема заехать сюда. Вы понимаете? Здесь очень маленький этот пятачок. И этот джип не такой уж и поворотливый, как того хотелось бы. И вот этот угол. Че-то я думаю, что я скорее сюда полечу, чем туда. Ладно. Ну что, пацаны? Во-первых, понижайка. Это точно. И, наверное, буду стараться как-то... Здесь нету, да, этой опции, как есть у современных джипов, когда у тебя тупо спуск вниз и машину, ну, придерживает. На пониженной передаче. Она сама притормаживает, плюс на передаче и адекватно как-то скатывается. Это пиздец. Я просто в шоке. Нахер я на это повез? Ладно, сюда я как-нибудь сейчас по чуть-чуть потыркаюсь, попыркаюсь, да. Встану в позицию. Ну, такой спуск. Осилит ли эта машина? Вопрос. И посмотри, насколько он, ну, выворота мало у него. Как ее выставить тут? Я хрен знаю. А можно передний привод выключить? То есть мы можем его сделать заднеприводным, правильно же? Блин, нет! Это была плохая идея. Что делать-то? Что делать, пацаны? Ай, молодцы, давай, 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 давай. Я не знаю, как эта машина это делает. Я не знаю, как эта машина это делает. Слушай, ну, ты знаешь, каким-то чудом она даже что-то пытается, типа, съехать, даже адекватно. Хотя я думал, что это будет пиздец, потому что, ну, как бы, блин, да, а, ее вот так вот скатывает, да, она скользит. Так, нет, нет, даже тормозит, нет, скатывается, ну, такое, просто на пределе, что называется, но по чуть-чуть, не спеша, мы теперь едем. Тихо, ша, мы сделали 9 из 15 этих хрений, и теперь сюда заруливаем. Так, хорошо, отлично. Главное, не всрать эту попытку. Уже второй раз, мне так точно не повезет, уже, блядь. А потихонечку, не спешим. Давай, Вася. Что-то колбасит. Ой, 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 твою мать, блядь, у меня шея хрустнула. Ай, пожалуй, я вот так вот не буду сопротивляться. Ай, так, есть, пацаны. А теперь, так, а че теперь-то? Сюда я заехал, а дальше что-то че? Туда я и... План-капкан, так сказать, надо бы как-то сюда вернуться. Ну что, погнали, пацаны. Воу, 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 воу. Хорош. Кайф. Так, тулим теперь назад, вернемся потом туда. 11 из 15, yes. Кайф. В принципе, все самое сложное, как мне кажется, мы забрали, так что дальше должно все пойти как по маслу. Короткие блокировки, очка есть. Все, погнали. Так, че-то меня чуть-чуть никуда это ландает. Заезжаем, не останавливаемся, не останавливаемся. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Нет. Даже без повреждений. Аккуратненько. Не спеша, блин. Нормально. Вот он. Иди сюда. Хорош. Так. Контакт, ребят. Так, контакт. А вот туда наверх или сюда? Подожди, надо осмотреться. По-моему, мне надо... Ага, там я забрал, ничего не надо. Все, осталось буквально две хрени. Да, 13 из 15 мы забрались. Остались буквально две. Вот только вот эти вот шарики, блядь. Они вообще как? Я извиняюсь, а как это проехать? Ой, блядь, сейчас я тут как стрянул. Ой, блядь. Что-то мне это не нравится, пацаны. Так, подожди. Горб надо как-то миновать. Это факт. Объезжаем. Ты, главное, не перекинься сейчас. Твою мать. Вот опыта по езде. На такой хрени у меня точно нет. Поэтому я хер его знаю. Чем сейчас это все закончится. Я надеюсь, нормально. Потому что мне очень не хочется делать рестарт. Честно. Это пиздец. Так, 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 так. Блядь, сейчас тут встряну. Так, окей. Это дело сделано. Так, вообще, как будто надо по диагонали ехать. Я не знаю, почему мне так кажется. Но почему-то мне именно так кажется. Только как мне машину-то выставить? По-моему. Чем того. Или таки проедем. Ай, блядь, давай. Чем черт не шутит. По-моему, тут все только страшно выглядит. А по факту нашему джипу вообще похуй. Ничего не страшно. А теперь подтыкаем заднюю и вон туда вниз. Вот она последняя, пацаны. Все. Осталось совсем чуть-чуть. Че-то у меня, если честно, сердце замерло. Ха! Хорош! Давай, родненький. Да ты шо! Да ты шо! Можно теперь поднасыпать. Ну шо, ребята, это пятнадцатое. Кажется, мы это прошли на золото. Ну, всего лишь там, всего один часик у меня ушло на это дерьмо. Вы справились, вы собрали все метки без единого сброса. Превосходно освоили. Хоппер отлично. Белиссимо перфекта. Повторить нет. Нет. Никаких повторить. Ну, как-то так, ребят. Надеюсь, что вам эта серия понравилась. Это приключение, я бы сказал. В следующей серии продолжим дальше наши покатушки и всякую дичь. BIMNG.drive В следующих будущих сценариях. Ссылка на плейлист есть в описании. Переходи, смотри. Там с десяток плюс видео уже наберется. Все они охренительные. А если нравится эта игра, точно заценишь. Ставь лайк, если серия понравилась. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропускать будущее видео. Ну, а с вами был Соня. Ребят, хорошее настроение. С наступающими праздниками. Хорошее настроение еще раз. Пока. Блин, неужели я-то проехал? Думаю, нахуй. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok